Что едят ставропольские дети? Этот вопрос озаботил краевых депутатов. В эфире программа «Парламентский вестник». С вами Кира Рогожина. Здравствуйте. Чтобы проверить, школьные столовые парламентарии отправились в Грачевский район. Остались ли они довольны меню и качеством продуктов, а также чему не место на кухне? Об этом и не только. В ближайшие четверть часа. Школа села Старомарьевка. Столовая сейчас пустая. Ученики за партами, у них урок. И, наконец, маленькая пауза. Можно подкрепиться. Насколько вкусно то, чем кормят школьников, депутаты решили спросить непосредственно у детей. Больше есть суп? Кто-нибудь больше суп поднимите? Кто больше? Аня одна из тех, кто в школьной столовой ест регулярно два раза в день. Еда, говорит, вкусная. Есть в меню и любимые блюда. Пюре с котлетой. Ну и больше. Ну вообще, как готовят? Расскажи. Ну хорошо готовят. Все вкусно. Молодцы. А теперь, что называется, кухня изнутри. Свое рабочее место гостям показывают работники столовой вместе с директором школы. Это у нас мясной рыбный цех. Здесь происходит заготовка мяса, разделка котлет. Мы их не полуфабрикаты делаем, а заказываем говядину и делаем сами. У нас получили мы мясорубку тоже. 82,5 рубля каждый день выделяют из краевого бюджета на двухразовое питание одного школьника. Это значительно выше, чем в других регионах. Средний ценник за питание школьника по стране 55 рублей в день. В селе нуждающиеся едят бесплатно и как льготников определяют в самих школах, спросили у руководства образовательного учреждения. Директор школы, социального педагога, направлять с классным руководителем домой, посмотреть действительно обстановку, если этот ребенок нуждается. Мы комиссионно его вносим в этот список без всяких справок. Это у нас есть. Вот это другое дело. Потому что вы же знаете, в семье, где пьют, где непрагополучно, там никто ничего не принесет. А это альтернатива школьному питанию. Киоск в столовой. В ассортименте шоколадные батончики и другие не очень полезные продукты. Такая торговая площадка, по мнению законодателей, здесь лишняя. Сотрудники, давайте сделаем какое-то место, где это будут сотрудники, приходите покупать. Ну зачем детской коробки, конфеты, все такое. Понимаю, вот это вот непонятно. Ребенок забыл тетрадь, ручку и так далее. Это все понятно. Иначе они у вас вообще не будут есть. А это уже школа в селе Бешпагир. Витрины установлены на том же месте, продуктов нет. Зато на кухне кипит работа. Что у нас сегодня на обед? Картофель на пюре было детям. И рыба, припущенная с овощами. Ну, на сколько человек каждый день готовить? На 209 человек. А вот что делать, если такую еду не любишь? Пока ответ простой – не есть. Меню в образовательных учреждениях утверждают на 10 дней. Повысить аппетит, уверены законодатели, сможет помочь выбор хотя бы из двух блюд. Вы умницы, у вас такая чистота. И вообще, я знаю, что вы стараетесь. Мы были дети, спросили, они с удовольствием подняли руки, кому что нравится. Но когда мы не оставляем детям права выбора, они будут есть шоколад. Заключительная точка в рабочей поездке – через дорогу детский сад села Бешпагир. И вновь кухня. Сегодня на обед суп, картофельный с рисом, котлеты, и капуста тушеная. Как готовили? Все с душой, с любовью? Всегда с любовью. Смертно, всегда с любовью. Как сделать? Питание в образовательных учреждениях еще качественнее и вкуснее. Участники выездного совещания обсудили уже за круглым столом. Законодатели и сотрудники Министерства образования говорили о том, что необходимо сделать, чтобы детям представили выбор в питании. С советских времен нам вот что дают, то мы едим или не едим. Если мы предоставим, понятно, что это деньги, понятно, что это бюджет. Но вот если возможно с вашей стороны предоставить такой выбор по меню, можно ли это сделать или нет? Я очень довольна, что состоялся, знаете, такой разговор, очень критический, я бы сказала, но направленный на то, чтобы можно было исправить, чтобы питание наших детей было действительно вкусным, полезным. Вот по цифрам я уже говорю, мы великолепно выглядим. И мы сегодня увидели великолепные столовые и оборудование. Но есть одно но. Дети проценты процентами, но дети это не съедают. Потому что мы должны прививать не только к культуру питания, хотя это очень важно, мы должны прививать здоровое питание, мы должны прислушиваться к их вкусовым пристрастиям. Я не говорю, что всем давать тогда чипсы. Может быть и из картошки сделать чипсы, но только приготовленные по той методике, по которой разрешит Роспотребнадзор. То есть нам нужно отойти немножко от стереотипов и дать возможность детям выбирать, что они хотят. При этом уверена Валентина Муравьева, сделать детское меню и вкусным и полезным возможно. Тем более, что у других территорий подобный опыт уже есть. Я считаю, что возможно. Я это видела, я это знаю. Я знаю Ярославскую область. И вот я говорю, что все получили методические материалы сегодня. Там можно прочитать. У нас 5-6 территорий, которые это все делают. Понимаете, назовите это не столовое кафе, там первоклашка с 8 до 9. А потом сделать так, чтобы вечера здесь проходили, чтобы они не шатались по тем кафе, в котором действительно дают энергетические напитки. То есть нужна выдумка. Понимаете, нужна выдумка. И выдумка, она не просто должна быть сижу, посмотрю в потолок. Надо спросить ребят, чтобы они были сами организаторами. Вот мы там их исследуем, спрашиваем. А если они сами? А если они, понимаете, они знают лучше, чем мы. Другое дело. Наша задача привести это в законную оболочку с Роспотребнадзором, с Министерством образования и так далее. Вместе с тем, к питанию школьников нужно подходить, если не индивидуально, то хотя бы учитывать медицинские показания. Дети разные. Например, молоко на полдник подойдет не всем. Хорошая идея. Но, вы знаете, я как педиатр могу сказать, сколько у нас детей аллергиков на белок коровьего молока. Просто не представляете. Если говорить всем коровье молоко. Ну, я считаю, что не то, что там вот каждому персонифицировано, но, по крайней мере, не в какие-то группы, по каким-то пристрастиям. Все это можно. Обсудили и поставку продуктов в школы. В крае звучало много достойных производителей. Однако конкурировать в условиях действующего законодательства с недобросовестными поставщиками сегодня могут не все. Здесь необходима законодательная доработка. Самое лучшее – это прямые поставки наших производителей, чтобы мы могли законодательно это все записать. А сейчас федеральный закон, он 44-й, он ко всем. Будь то детский сад, будь то школа, больница, он ко всем одинаков. А это неправильно. Этот вопрос мы действительно сегодня будем рассматривать. О том, что была возможность, этот вопрос регулировать с поставщиками, а именно с молочной продукцией. Говорили и об организации питания для педагогов. Я думаю, что если бы мы как-то снизили стоимость этого питания, то педагоги бы с удовольствием кушали. Но, опять же, это должно быть, они должны отдельно питаться дети. Вот сегодня говорят, мы продаем там, это для педагога вы видели, что да, это надо делать. Некогда педагогу, и тем более, фарш ему надо здесь приготовить, если есть возможность, он за это заплатит. Что здесь такое, не вижу ничего плохого. Но, как бы, они не должны сидеть вместе с учениками. Есть такие этические соображения. Поэтому комнату выделить для приема пищи всегда можно. И мы подумаем над этим вопросом. Все предложения, которые прозвучали в ходе совещания, еще будут обсуждать в комитете. Возможно, некоторые станут новыми законодательными инициативами. А тем временем в Пятигорске выбирали лидеров России. В столице округа прошел полуфинал Всероссийского управленческого конкурса. В нем участвовали почти 300 претендентов со всего Северного Кавказа. Ставропольская делегация – самая многочисленная, 176 человек. Практически все они уже состоявшиеся профессионалы, занимающие определенные посты в госструктурах, в социальной сфере бизнес-сообществе. Среди тех, кто борется за выход в финал, депутат Краевой Думы Виктор Надеин. И у нас была возможность пообщаться с ним. Виктор Викторович, здравствуйте. Добрый день, Валерия. Скажите, вы уже опытный управленец, почему решили принять участие именно в этом конкурсе? Всегда же хочется чувствовать себя в тонусе, поэтому хотелось, первое, попробовать свой уровень, протестировать и понять. А второй вопрос, что на уровне таком чувственном, мне показалось, что это не бутафорный проект, а реальный, поэтому всегда надо развиваться, нам нужно двигаться, там принять участие. Виктор Викторович, заочный этап вы уже прошли, это было тестирование. Что для вас стало самым сложным? Вообще возникали ли сложности? Я не могу сказать, что большие сложности возникали, но по ряду направлений выявились в ходе этих тестов у меня минусы, которые были организаторами указаны в итоговых отчетах, и я думаю, что это очень хороший материал для работы над собой. Для себя лично, что хотите вынести из этого конкурса? Первое, конечно, любое, конкурс, где имеет соревновательный элемент, нужно приезжать и настраиваться, чтобы побеждать, это первое. А второе, конечно, хочется саморазвития, и я надеюсь, что участие и в очном этапе позволит улучшить свои навыки, понять, где нужно работать над собой, и эти узкие места, где нужно усилить в своем развитии. Виктор Викторович, как вам кажется, в этом конкурсе есть ли место человечности? К тому, что требования достаточно жесткие, проверяют разные критерии по так называемым компетенциям, правильно? Не получим ли мы в итоге управленцев, да, грамотных, да, готовых решать различные задачи, но людей функций? Лерий, вы знаете, несколько были таких вопросов, моментов в заочном тестировании. Мне показалось, что организаторы понимают, что человек с хорошим уровнем компетенции, но с отсутствием каких-то моральных принципов, это не тот управленец, который уже нужен современной России. Поэтому, мне кажется, здесь просматривается, что организаторы конкурса смотрят не только на профессиональные навыки, но и на морально-волевые установки человека. А вот как вы считаете, кстати, какие качества должны быть у современного управленца? Прежде всего, минимальный набор – это компетенция, уровень знаний. Собственно, если проанализировать все первые тесты, которые проходили, вот, собственно, и это минимальный уровень знаний. Это знания общей истории, географии, литературы русской. А дальше – профессиональные навыки. И я надеюсь, что сейчас будут оценены и личностные качества, такие как, в том числе, и способность понимать людей и вести свою деятельность ради развития страны, региона, города. Но вам же в своей работе постоянно приходится с этим сталкиваться. И так часто же люди приходят на прием? Практически, я не могу сказать, что каждый день, но это характер моей работы – постоянное общение с людьми. В течение трех дней участники должны были работать как индивидуально, так и в командах. Им нужно было проявить свои навыки и знания в бизнес-играх при решении так называемых управленческих и социальных кейсов в самопрезентациях. Оценивали их высококвалифицированные эксперты по системе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. По итогам региональных полуфиналов выберут 300 лучших управленцев, которые получат по миллиону рублей. Это образовательные гранты и выйдут в финал конкурса, который состоится в Москве в январе-феврале 2018 года. Из этих 300 будет отобрана лучшая сотня. И приз – возможность личного общения с федеральными министрами, губернаторами, известными предпринимателями. И в завершении о спорте. Копилку побед пополнили на этих выходных ставропольские спортсмены в состязаниях по бадминтону. Более 50 участников соревновались в открытом турнире на призы Думы Ставропольского края. Кроме нашего региона, ракетки скрестили представители Карачаева Черкесии, Северной Осетии, Краснодарского края и Ростовской области. Все участники получили от Думы яблоки, выращенные в садах Ставрополья, в качестве поощрительного приза. А победителям в довесах к кубкам и грамотам вручили сладкие подарки от одного из кондитерских предприятий региона. Как отметил первый заместитель председателя Думы края, действующий спортсмен и почетный президент Краевой федерации бадминтона Дмитрий Судовцов, турнир на призы высшего законодательного органа края отныне станет традиционным. Сегодня нужны хорошие тренерские кадры. И сегодня, вы знаете, Ставропольский край активно этим занимается. Мы приглашаем хороших тренеров из различных регионов. Они к нам приезжают. Мы создаем здесь условия для развития массового детского бадминтона. Полагаю, что, во всяком случае, в ближайшие несколько лет должен Ставропольский край выстроить, в том числе и на российской арене. Продолжение следует...